Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами платье для девочки от 1 до 3 лет. Соответственно, взят шаблон для фигуры от 1 до 3 лет. И в этом видео я хочу вам показать, как рисуется базовое платье. Плюс мы будем с вами смотреть, как делать принты. Откуда я взяла принты и как я их проработала. Есть такой сайт, он называется Pixabay. И на нем вы можете бесплатно или платно скачать те или иные изображения. Я зашла, набрала seamless print и вот мне выпали принты. Я их скачала к себе на компьютер, сложила в папочку. И теперь, когда я из иллюстратора их открываю, файл, открыть. Вот они у меня лежат в папочке. Могу выбрать нужный мне принт, нажимаю открыть. Он у меня открывается в дополнительном документе. И я переношу это все, соответственно, в тот документ, который мне нужно. Здесь корректирую размер с шифтом. Смотрите, если шифт не зажимается, то он будет у меня сплющиваться. А если шифт зажать, то будет уменьшение и увеличение картинки идти пропорционально. После этого беру эту картинку, закидываю ее в панель образцы. Просто я ее перетащила. То есть это готовые принты. Я их не сама рисую, а использую вот вариант готовых принтов. При том, нарисуем просто прямоугольник и попробуем его залить этим принтом. Видите, прекрасный бесшовный принт. Вот другие принты, которые я уже сюда закинула и проверила, что они работают. Ими мы будем заливать наше готовое платье, которое мы сейчас отрисуем. Хочу обратить ваше внимание, что на сайте, когда вы открываете тот или иной принт, ну, например, вам понравился какой-то принт, то вы можете увидеть, какая лицензия у данного принта. Бесплатно для коммерческого использования указаний авторства не требуется. Соответственно, я его скачу и я его могу использовать. Это официальный способ использования чужих картинок, разрешенный. То есть, видите, автор дал свое разрешение на то, что эти принты будут использоваться. В общем-то, используйте этот сайт, называется он Pixabay. Здесь можно писать по-русски или по-английски. Я рекомендую писать ваши запросы по-английски. Тогда у вас будет больше выборка, и, соответственно, вы сможете больше найти вариантов. Вот варианты платных принтов, соответственно, вы можете их тоже выбрать и использовать в своих работах. Я сейчас все принты, которые будут использованы в этом видео, бесплатные, с открытой лицензией. Вы можете их здесь найти. Еще раз, Simless Print. Я написала. Перехожу обратно в Adobe Illustrator. Принты мы с вами отработали. Настало время нам нарисовать платье. Убираю спинку. Она мне не нужна будет. Теперь блокирую слой, на котором у меня расположен шаблон. И создаю новый слой. Корректирую один пункт. Пунктирная линия, черный цвет. Так, все хорошо. Теперь выбираю инструмент перышко и буду рисовать половинку. Приблизила лупы. Платье футболка, отрезное по линии груди. Очень базовое платье. Сейчас для девочек такое платье делают. Соответственно, начинаем мы с вами. Горловинка. Их еще иногда называют В-образная горловина. Это которая будет буквой в кое В. Это Си-образная горловина. То есть, как латинская буква в кое Си. Но я думаю, что здесь достаточно несложно догадаться. Так, платье футболочка. Сейчас мы его с вами сделаем. Оно достаточно простое по конструкции. Здесь будет акцент все-таки на принтах. И такое часто случается с детской одежкой. Потому что детям нужно, чтобы было удобно. А большое количество деталей, во-первых, часто это неудобно. Плюс ко всему это здорово удорожает стоимость изделия, его производства. Таким образом выбирают простые лаконичные крои. И на него добавляют хорошую базу принтов. Таким образом получаем красивое изделие. Кстати, вот вопрос. Я тут обсуждала с коллегами. И обсуждала со знакомыми, у кого есть дети. Я знаю, что иногда критикуют, почему девочкам делают розовое. Но при этом очень часто встречаю мам девочек, которые говорят, что просто не могут ничего другое купить. Потому что дочери очень просят розовый цвет. Сталкивались ли вы с таким? И действительно вы считаете, что розовый цвет навязан обществом? Или все-таки девочки сами предпочитают всякие мимишные штучки? Бантики, блесточки и розовые оттенки? Хотела бы услышать ваше мнение. Потому что я все больше и больше встречаюсь с тем, что это какая-то внутренняя потребность, украшение себя, платьишки, почему-то розовый цвет. Не могу сказать. Он принадлежит к ярким оттенкам, но вот именно к нему девушки и девочки испытывают больший такой трепет. В общем, буду услышать рада. Очень ваше мнение, как вы к этому относитесь. Действительно это так или это какие-то мои. Так, а давайте мы сейчас вниз нарисуем платье асимметричным. То, что у нас есть, раззеркаливаем. Нажимаю shift, нажимаю alt. Вот у меня все раззеркалилось. Выбираю. И окно обработка контуров. Так, сейчас мы две центральные части только выберем и сольем их между собой. Вот что у нас с вами получилось. Если мы закрасим белым цветом, вот смотрите, такая вот штучка. Почему я решила не рисовать юбку симметричную? Потому что я ее хочу сделать немножко свободно. И по низу дать имитацию такой легкой складочки, легкой оборочки. А в случае симметричного рисования оборка будет немножко топорно смотреться. Хотелось бы, чтобы все-таки была легкая асимметрия. Ну, такая как более естественная. Если у вас, как у меня, получилась вот такая кривоватая линия по низу, не очень она красивая, возьмите инструмент сглаживания и проведите сглаживание кривых углов. Здорово помогает. Так, что я вижу здесь, что мне не нравится. Вот эту линию я хочу сделать повыше. Соответственно, я ее вот так поднимаю. Так, далее я сейчас нарисую инструментом отрезок линии. Вот такие линии, которые у меня обозначат складочки на моем платьице. Сначала они будут у нас некрасивые, потом мы их облагородим. Здесь у меня будет оборочка. Соответственно, что будет легкая тенюшка, которую нам надо обозначить. Сейчас мы ее и нарисуем. Опять же, рисую сейчас грубо, потом добавлю линий, и оно у меня будет нормально. Это у меня будет теневая часть. Такая теневая. Так, выбираю то, что тень. Зажимаю shift, убираю юбку. Заливка темным цветом и непрозрачность высокая. Вот. Теперь добавляю сюда линии. Можно их тоже прямыми линиями добавить. Вот так. Здесь у нас есть некоторые складочки, некоторые такие штучки. Во-вторых, только по низу. Она немножечко приспорена и получается такой вот эффект. Теперь все вместе выбираем. Shift зажимаю, убираю лишнее, то, что у меня не должно быть выделено. Вот так. И будем работать с нашими линиями, потому что это очень некрасиво, то, что сейчас получилось. Выбираем такую линию, либо же можно с двойным искривлением. И делаем ее намного тоньше. Таким образом наши линии будут более мягкие и более плавные. Что еще я не нарисовала. У меня будет видна спинка. Я ее нарисовала. Помещаю эту часть на задний план. Делаю ее светло-серой. Саму часть. Таким образом у нас будет ощущение такой некоторой провальности назад. И по краю у меня будет обработка вот такая стандартная. Так. Одна. И вот здесь такая же штучка будет вторая. Отлично. Можно еще взять, выбрать вот эти две части и поместить их на задний план, чтобы они мне не мешались. Так. Теперь мы посмотрим, нужны нам дополнительные отстрочки или нет. По низу у нас будет отстрочка, как нам ее с вами быстро сделать. Копирую с зажатыми клавишами Shift и Alt. Теперь выбираю инструменты. Так. Ножницы. Вечно их теряю. Где-то они тут у меня. И чтобы соблюсти вот эту кривую линию, вот так убираю. Все. Это мы убрали. У меня осталась линия. Убираю с нее заливку. Делаю ее толщиной 0,5 и добавляю ей пунктир. Смотрите, какая красота. Ровно по складочкам моя линия получилась. Да? Поближе чуть-чуть их разместим. Вот так она себя прекрасно ведет и дает большую такую достоверность. Теперь по краю рукава. Ну, как правило, такие платья подраспошив идут. Соответственно, там распошивалка, это все сделано. И вот здесь тоже надо будет посмотреть, будет ли у нас складочка или не будет. Отстрочка вот здесь дополнительная. Обычно прокладывают отстрочку для того, чтобы шов, которым соединилось, все вот здесь вот так вот зафиксировалось. И по горловине. Нужна нам отстрочка или нет. Тоже разные бывают. Могут проложить. Вот здесь дополнительно могут не проложить. Я бы проложила, чтобы тоже там все было красиво. И прижать. Можно вырезать эту линию из уже существующей тесемочки. Можно ее заново нарисовать. Вот таким образом. Вот у нас получилась с вами платьица. Готовая к дальнейшей работе с принтами. Сейчас что я сделаю? Я немножечко увеличу мою вот эту зону. Ой. Монтажную область, да? Так. Соответственно, разблокирую и то, и другое. Выбираю и платье, и, соответственно, шаблончик. Вот. Теперь блокирую там, где у меня шаблончик. Остается только платье. Сгруппировать. И вот мое платьишко одно. Так. Давайте мы с него и начнем. Выбираю все, что белым. И делаем заливочку. Вот такие мишки. Крупноватыми мишки получаются. Сейчас мы на 45 его уменьшим. Так. Не уменьшилось. Что произошло? Так. Объект не трансформируем, а принт трансформируем. Что-то он вредничает у меня сегодня. Сейчас я сделаю еще раз. Выбираю. Волшебной палочкой. Так. Масштаб. Вот. Отлично. Вот так мне больше нравится. Смотрите, тесемочка может быть из той же. Основы, а может быть другая. Я поставлю из той же, чтобы не переусложнять. Отлично. Все у нас собралось. Сейчас я это все сгруппирую. Все сгруппировано. Отлично. Теперь Shift-ом сдвигаем. Alt- зажимаем. Разобрали. Двойной клик. В инструменте «Волшебная палочка» выбираем всю нашу заливку. И перезаливаем на другую. Отлично. И еще двойная копия. Shift-Alt. Сейчас немножко пониже. Двойной клик. Волшебная палочка. Заливка. Вы можете поменять размер. Вы можете поменять направление. Это просто пример того, как классно, удобно можно работать с готовыми принтами. Например, если у вас уже есть фотографии ваших принтов, или у вас принтист уже создал, или вы закупили какую-то готовую ткань с принтом, то вы можете вот так ее нанести на свои изделия, посмотреть, как она будет смотреться. Конечно, можно нарисовать эскиз более сложно, добавить туда большее количество теней и всего остального. Но вот это базовая такая получается иллюстрация, которую очень часто используют. Она показывает основную задумку, технологические особенности. И на нее можно визуализировать, посмотреть. Можно смотреть на фигуре. И на фигуре удобнее отдавать конструктору. Он понимает, какую длину вы задумали по юбочке, какую по длине рукава. А уже вот в тканях так наглядно посмотреть. Итак, жду ваши ответы по поводу цветов в детской одежде. Если вам понравилось видео, ставьте лайк или дизлайк, если не понравилось. Не забывайте подписаться на канал. И еще увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.